Друзья, приветствую! Сегодня расскажу, что же стряслось на Кавказе про заявление известного музыканта. Будет много всего, но начать предлагаю сразу с хороших новостей. Расскажу про импортозамещение. Российский блогер Максим Горшенин решил показать, как импортозаместили российские мониторы. И результат не сказать, чтобы прям удивил, но это очень интересно. Максим разобрал монитор до уровня платы и обнаружил, что из российского там только кривая пайка, какие-то чипы и по сути всё. Но дело даже не в этом. Как показало вскрытие, вот эти российские чипы стояли там просто бутафорией ради. А настоящую работу выполняли всё те же зарубежные чипы. По самой плате видно, что её разрабатывали у нас. Ну, как минимум, российский контроллер стоит тут. Есть, правда, подозрительных два посадочных места под российский чип. Скалер назван по-русски. Модр контроллера LCD. Если перейти на сайт Light.com, то там на заглавной странице есть промо-ролик про них. Ни одного кадра своего производства нет. Есть только сборка отверточной. Но соль в том, что Минпромторг выдал этому шедевру 140 баллов локализованности. За то, что там установлен микроконтроллер со странным названием «Производство зеленоградского меландра». Если говорить проще, российские разработчики, чтобы получить бабло, скорее всего, просто воткнули бесполезный кусок железа туда, где он и не нужен. Это как если бы в BMW заклеили шильдики BMW и прямо сверху нахлобучили шильдики лады. Хотя, подождите, о чем это я? Блогер пришел к такому выводу, что если взять и заменить вот этот российский чип бутафорский самой обычной проволочкой, просто замкнуть контакты, так скажем, напрямую, то вся система будет продолжать спокойно работать без каких-либо проблем. Ну вот, в моей руке та самая плата у нас от компании «Миландр». Вот разработка идет, вот этот доцимальный номер, «ТСКЯ», это относится к ним. Ну а дальше 75, 87, 24 относится к типу, видимо, плат для контроллеров. В общем, тут все зашифровано, что для Минпромторга, модуль видеоконтроллер, бла-бла-бла. Самое интересное нас интересует. Во-первых, вот два посадочных места у нас имеется под «Миландр» процессора. У нас имеется радиатор, я снял тут «Реалтек». Давайте, как вот так вот вам будет видно, вот тут этот, может быть, рак такой веселый. Ну а сам процессор у меня «Миландра», конечно же, сейчас окажется совсем рядышком, вот он в руке. Короче, выпаяно, и вот здесь вкинуто просто, замкнули питание напрямую, чтобы не процессор этим контроллером отечественный занимался, а это все напрямую шло. Поэтому я и говорю, что проволочка вполне может заменить российский процессор, но радиатор не нужен, потому что со стыда сгорает именно процессор. Другой, зарубежный. Как видите, здесь никаких российских процессоров нету, есть только зарубежный «Реалтековский» проц, который отвечает, как раз таки, для мониторов и разработан, отвечает за все управление и работу. Давайте же без процессоров российских. Его возьмем и просто-напросто сюда вкрутим, установим. Вдруг это я все наговариваю на наши российские компании. Берем, пытаемся его перевернуть. А как так получилось? Беспроводные технологии в деле. Напомню, вот он лежит у нас «Миландровский» чип, радиатор сгорающего от стыда «Реалтека» тут у меня лежит, и работающий монитор без российского процессора. Возможно, это и есть те самые пруфы. Но ничего, основная цель выполнена, бабки заработаны, россиянам лапша навешана, что вот посмотрите у нас какое импортозамещение, можно жить дальше. Как говорит «Мамонт» не вымрет. А это гарант рассказывает, как же восстановилась российская экономика. Что-то подсказывает, что ровно то же самое, что и с импортозамещенными чипами. Одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля, и необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения. Уверен, что правительство, центральный банк сработает профессионально и, что важно, согласовано. В целом, можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление. Санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке. Некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными. ВВП России вышел на уровень... Экономика восстановилась по полной программе. И в это мы, конечно же, верим. Ну и да, Путин поручил чиновникам понять, а почему же рубль-то рухнул. Странно. Для подлодки он объяснение сам нашел, чиновники не потребовались. Интересно, кто-нибудь из чиновников или из его окружения уже наконец-то ему скажет, кто же является причиной всему? Кто же вниз по рельсам разогнал российскую экономику и остановил ее об стену? Теперь переместимся на Кавказ. То, что там произошло, просто не могло не произойти. Расскажу вкратце, без оценок, просто сухие факты. Азербайджан начал так называемую операцию на территории, которую называют Нагорным Карабахом или, как говорят армяне, Арцах. Что же касается позиции властей Армении, то прозвучали следующие заявления. У Армении нет вооруженных сил в Нагорном Карабахе. Об этом заменил министр обороны. Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян. Здесь, пожалуй, его нужно процитировать. Армения не участвует в военных действиях и хочу еще раз отметить, что у республики Армении нет армии в Нагорном Карабахе. В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий. Что же в этой ситуации сделала Россия? Да как бы так помягче. Россия выразила глубокую озабоченность в лице пресс-алкаше и усатого воина с пургой. Тем временем, пока стороны делали свои заявления, в Армении начались протесты. Люди начали требовать признания независимости Карабаха. В числе заявлений протестующих звучали обвинения в адрес России. Ну и что же это сейчас значит для Путина? Все же небольшую оценку дать придется, вот максимально обезжиренно. Сейчас власти Азербайджана на весь мир показали, что территории, признанные международно, спокойно можно брать под контроль, не опасаясь ничего. И что в мире так или иначе действует принцип нерушимости границ. Ну и в этой ситуации вы также должны понимать, что аналогия с Донбассом. Российским блогерам запрещает проводить российское законодательство. Но аналогия здесь может напроситься сама собой и должна. Что я под этим подразумеваю, понятливы и поймут сразу без слов. Но один момент все-таки придется озвучить. Россия времен Путина до 2014 года официально заявляла и признавала, что территория Украины признана и не является никакой спорной. Еще раз повторюсь, что я под этим подразумеваю, понятливы и поймут сразу, а мы продолжим. А это один из россиян рассказывает свое отношение к происходящему, но лицо пришлось замазать, потому что в России свобода слова. Родина-то. Родина находится здесь, а не в другой стране. Вот. И если бы все это изначально не началось бы, то и не было бы никаких мер. На нас никто не нападал, на нас никаких войск НАТО на границах Украины не стояло. Потому что если у них сейчас проблемы с вооружением, да, им не хватает, год назад их войти, то вообще ничего не было. А нам там чесали по ушам, по телеку, что вот, мол, там, это самое, там стоит НАТО, там сейчас они войсказывают. Ну, короче, обычная вата, обычная, вот эта пропагандистская, которая с 80-х годов. Ну, мы идем прямой дорогой в Северную Корею, вот. И других мер у нас не будет, только будут такие меры. Только на ужесточение, только на закручивание Гайника. Ничего хорошего в этой стране не будет. Вот. И боюсь, что очень долго. Россия. 2023 год. Людям, которые имеют отличное от официальной позиции манение, приходится замазывать лицо, чтобы у них потом не было лишних проблем. Ну, а сейчас присядьте. Разные всяческие иноагентские СМИ сообщают о том, что Кремль потребовал от гос. СМИ не называть Зеленского президентом. Администрация президента России потребовала от подконтрольных средств массовой информации, пишут СМИ, перестать называть президента Украины Зеленского президентом. Судя по всему, в Кремле решили, что единственным синонимом слова президент должно являться слово Путин. Но раз они решили это сделать, то давайте, пожалуй, тоже не будем пользоваться этим словом. А каким словом мы будем пользоваться, можете написать в комментариях. Желательно цензурно. Ну и ваши слова, пожалуй, мы и будем использовать. Но опять же, повторюсь, все в рамках цензуры. А вот здесь сейчас скрепы просто полобаются. Частное детское образование на Рублевке. Вот здесь воздуха точно набрать поглубже стоит. Итак, сколько стоят детские садики на Рублевске? Кембриджская международная школа. Здесь англо-саксонская модель обучения. Это значит, что дети идут в первый класс в 5 лет. Эта группа называется Year One. Все занятия проходят только на английском языке. Руководители классов – носители. Вот это Даниэла Блейк, она из Кейптауна. В течение недели дети изучают науку, литературу, математику, информатику. Вот перечень их предметов. Уроки заканчиваются в 15.30 и дальше начинаются дополнительные занятия. Шахматы, робототехника, хор, разнообразный спорт, ну и так далее. Дети сами могут выбрать, что им интереснее. И да, зацените форму, ребята. Это также обязательное условие посещения школы. Обучение тут стоит 25 тысяч евро в год и плюс вступительный взнос – 6 тысяч евро. Пока школьникам всей России учителя за гречку с сосиской будут рассказывать, как там Путин начал то, что сейчас называют спецоперацией. Будут рассказывать про Зеленского, будут рассказывать про Донбасс и вот это все прочее. Детям на Рублевке преподают английский, робототехнику, шахматы. И обучение стоит всего лишь 25 тысяч в год – долларов. А эта россиянка объясняет, почему же купили недвижимость в Донецке. Уберите Z-патриотов от экранов. Нас с мужем часто спрашивают, почему мы купили квартиру в Донецке, а не в России, не в Ростове, нигде-либо еще. Ведь в ДНР сейчас цены на недвижимость огонь. Так я вот скажу, нет города лучше, чем Донецк. Это самый прекрасный город в Меех. Здесь живут самые добрые люди в Меех. Короче, вы все и все поняли. Здесь должна быть сейчас вставочка по идее про «где вы были 8 лет». Но Донецк за эти 8 лет почему-то так и остался лучшим городом. А вот Бахмут и Мариуполь, к примеру, который, как говорят российские власти, освободили, выглядит сейчас почему-то далеко не так презентабельно. Стоит ли здесь что-то еще добавлять? Да она уже все сказала. Про российское. Татьяна Монтян признала, что путинские пропагандисты, да и не только пропагандисты, она говорит про охраноту. А охранотой называют людей, которые поддерживают буквально любое действие власти. И что вот эта самая охранота не любит жителей Донецка. Вот такую Монтян точно не покажут по телеку. Кадры из интервью Павлу Иванову. Охранота разжигает просто змериную ненависть по отношению к донецким. Обзывают южно-русскими х**лами недоделанными. Там генетика тут людей не та. Че они тут еще вещают? Целенаправленно разжигают ненависть. Абсолютно не скрываются. И никто их за это не набутыливает. Все у них хорошо. Монтян хочется задать лишь встречный вопрос. А о чем мы можем говорить-то здесь? Когда они ровно так же относятся к собственным гражданам? Давайте вспомним хотя бы времена того же ковида. Что призывали делать те, кто не соглашался сделать вот эту самую процедуру? Призывы звучали такие, что уши в трубочку заворачивались. А ведь это свои граждане. И в их отношении звучали такие призывы. Вы все это помните? Известный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков в интервью Financial Times заявил. В настоящее время страна, в которой я родился и которую я люблю, находится в очень печальном трагическом положении. Миллионы и миллионы людей боятся думать, боятся высказывать свое мнение. Мы все знаем, что молчание, подобно раку, оно съедает тебя изнутри и убивает. И это то, что происходит. Поэтому я думаю не только о том, как помочь украинцам, но и россиянам. Потому что они находятся в ужасном положении. Так что если вам вдруг кажется, что вас окружают только зэп-патриоты, то поверьте, это далеко не так. Ну и да, хорошая новость. В конце каждого туннеля бывает свет. А я не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok